Привет, как дела? Я Рубина, и ты на моем канале. Ну вот, конец сентября, первого месяца осени. Я надеюсь, он не успел тебя поймать в осеянии депрессии. Ну а если уже поймал, то досмотри это видео до конца, чтобы выбрать способ, как сделать твою осень радостней и интересней. Погнали? Кстати, подписывайся на меня в Телеграме, там ты сможешь найти полный список дел на осень. Ссылка на страницу канала. Устроить пикник за городом или в парке. Можно заварить чай в термосе, взять книжку, вкусняшки, плед и уютно провести время на улице. Я сделаю со мной книжку, война и мир, кружку, у меня пакет и термос с чаем из ромашки и чабреца, калетки, желей и еще комбатка. Пускать солнечных зайчиков? Это задание можно выполнять не единожды, а например, в раз в неделю. Пока мелочь, а так поднимает настроение. И для него не обязательно солнце, если ты живешь в облачном городе. Для этого можно использовать лампу и уже от меня пускать зайчика. Прогуляться под дождем и походить по лужам в резиновой сапожках. Есть, что это два пункта. Задание для романтика. Дождливой погоды мало кто гуляет, и это прекрасная возможность поплыть наедине со своими мыслами, вдохнуть и почувствовать силу природы. Нет, хотя далеко есть леса и в парке. Гулять в лесу в сервере шарфика. Да, даже в лесу можно почувствовать себя представителем моды. Например, у меня один красивый шарф официруется со странными и милыми персонажами из детства. Ну, что, как говорится. Ну, а если у вас нет орехов или семечек для кормушек, идите собирать шишки. Возможно, из них можно будет потом что-нибудь смастерить к Новому году. А вообще, не ограничивайтесь только лесом. Прогуляйтесь на новом месте. Заодно бросьте себе вызов и пройдите 20 тысяч шагов. Я, например, дошла до китайской стенки в этом году. И почти идеально уложилась цель. Кстати, смотрите мой влог. И вот вы просыпаетесь после насыщенного кинемарафона. Поглядывайте свою комнату. Пора делать генеральную уборку. Кстати, видео на эту тему у меня уже есть на канале. После тяжелого наведения порядка, пора себя порадовать небольшим свиданием с самим собой. Да, так и есть. Посоставите в доме аромата осени с помощью свечи. Вернись в свой дьяволках и перечитайте любимую книгу. Да, это стоит. А если вы из тех, кто не хочет расслабляться в приятных делах, используя проводить время, то советую следующие пункты. Прочитайте случайно книгу из библиотеки. Мне это стали книги Айзека Азимова о самом итоге и Иоанну Мариакси, Большая и Маленькая Лоб. Вторая книга мне особенно понравилась. Думаю, потом в телеграмме или вконтакте сделать обзоры на прочитанные книги. Что думаете? Рано проснуться и встретить рассвет. Пока не отступила зима, которая уже вас будет встречать в рассвете, успейте поймать те осенние мгновения для этого выразумения неба с ими мгновением. И не выясните, пожалуйста, написать ли письмо в будущем. Хорошая практика. В письме можно написать вопросы к самой себе. Поддержку. Ваши советы. Сходите в музей, в котором вы никогда не были или были очень давно. Купите перед походом армеладовых мишек. Они ничего не пачкают, но в силу яркости, краски и вкусов помогут в любви настроения и смотреть на экспонаты. Но все же, соберегайте правила приличия. Если в музее нельзя просить ели. Потому что поход в культурные места это походы не только для вас, но и для других. Приготовьте блюдо, которое вы никогда не делали. Это может быть горячее или выпечка. Все на ваше усмотрение. Но если бы мы были в Симс, то у вас был бы прокачан навык готовки. Но так или иначе, выделите себе день на поваляться целый день в кровати. Да, именно это. На самом деле, я выполнила это задание случайно. Но как случайно? Дело в том, что я сегодня остала в Семь, но очень плохо себя чувствовала. И в общем, решила поспать еще два часика, чтобы как-то стало лучше. И так получилось, что с девяти до шести вечера я проспала. Сейчас уже подходит часиков к семи. Зато я выспалась и довольна. Всем советую. Мне кажется, это лучшее задание на осень. Это не последнее видео на тему осенних заданий. Но если хочешь выполнить раньше выхода нового видео, подписывайся на мой телеграм-канал. Там посты каждый день. На самом деле, счастье часто прячется в мелочах. Иногда нам нужно сделать что-то целеустремленное, чтобы его найти. И не сдаваться, и не расстраиваться, если что-то пошло не так. Как, например, произошло у меня. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Маленький совет для тех, кто будет выполнять это задание. Ищите парк или лес, где не будет белок. Либо запаситесь орешками, потому что они очень любопытные. И захотят, такие, это что у вас? Книжка? Она съедобная? А давай кушу. Настя, попробую. А если узнаю, есть ли у тебя орехи? Она всё разознает. Любопытная она такая пушистенькая. Так что будьте готовы, что у вас будут зрители. Я очень давно не зажигала свечки. Считается, прошлой осенью. Маненько. В общем, сейчас надеюсь, что получится зажечь спичку с первого раза. Потому что это спички старые. Я подвинилась купить новые. Давай ещё раз. Вот там. Спичка кончилась. Всё хорошо? Давай ещё раз. Ты справишься, ты можешь. Фух. Я её сломала. Давай ещё раз. Я знаю, что ты можешь. Нескорки были. Чего я ожидала, царь спичек. Я пошла с зажигалкой. Зажигалку я не нашла, но нашла другие спички. Надеюсь, что здесь будет круто ситуация. Давай. Здесь полезность. Я не буду довольна. Может, у меня есть булочка. Барби. Из-за хорошей ценой. И шкаладные мишки. Сухие завтраки. Я уже писала в телефоне, что люблю сухие завтраки и хлопчики. Это месяца. И сидим за этот красавчик. Я хочу похвалить себя за то, что начала делать первые шаги в блогерстве. У меня маленькие успехи. Хотя бы просто для меня. Мне привычно смотреть в эту точку, потому что так хотя бы немного привыкаешь к своему рисованию на экране. Ну ладно, это уже не так важно. Я успела достаточно многое выполнить заданий из-за синего списка. Хотя изначально думала, что будет не так много. Однако я очень рада и надеюсь, что в следующем месяце мне будет всего только лучше. Ну что ж. Давай постараемся. Спасибо за просмотр и хорошего субтитра. Субтитры сделал DimaTorzok